Если вы думаете, что упражнения на бицепс, те, которые я показывал раньше, у меня уже в запасе больше нет, то вы ошибаетесь. На самом деле, на бицепс у меня есть очень много интересных упражнений, и я думаю, что будем возвращаться к этой теме еще и неоднократно. Сейчас я вам хочу показать очень интересное упражнение. Оно связано с бицепсом, оно прежде всего связано с супинатором. Итак, сначала покажу упражнение, а потом постараюсь вам рассказать суть этого упражнения. Смотрите внимательно. На этой гантели, на одной стороне, я оцепил больше веса, чем на другой. Приблизительно сумма веса в два раза больше, чем здесь. Выполняю вот такое упражнение. Поднимаю на бицепс, смотрю на часы. Для меня очень важно, чтобы это упражнение делалось 20 секунд. И выполняю вот такое движение. Время пошло. То же самое на левую руку. Я могу помочь. То же самое на левой руку. Время пошло. Я просто попробую. , чтобы это ударить. Я не могу. Я не могу. Но левую руку. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Так, что дает это упражнение? Прежде всего, учитывая то, что у меня есть несколько проблем с супинатором, не всегда могу, например, бороться с спортсменом в крюк с нижнего положения, мне нужно, естественно, работать над этим движением. При этом, то, что я говорил, чтобы связать это упражнение в какую-то цепь и не выполнять только чисто сам супинатор, я подкладываю еще бицепс. Бицепс остается у меня в статике, таким образом, что я выполняю это упражнение 20 секунд, то есть приблизительно 8-12 повторений, но прежде всего контролирую время, потому что именно в 20 секундах, скажем, 20-25 секунд, моя рука находится в статистском положении. Это означает то, что мой бицепс после сегодняшнего дня упражнения на бицепс укрепляется в статике такой позиции, в позиции борьбы фактически. А супинатор, естественное движение, которое слабое, которое я подкладываю к этому бицепсу. То есть это не чистое упражнение на бицепс, но работает бицепс, как сами заметили. Но мы еще подкладываем до этой цепи еще одно движение, движение супинирующее, очень важное в арбестинге, очень важное для кульковников, да и вообще движение, по-моему, часто встречающее на всех соревнованиях и событиях.